Добрый день, новости. На телеканале Югра в студии Екатерина Крепшева. Пункт приема детских страхов или проводник в мир доверия и поддержки. 17 мая отмечают Международный день детского телефона доверия. В Югре на него ежегодно поступает около 13 тысяч звонков. Буллинг среди сверстников, домашнее насилие или плохая оценка. Сотрудники детского телефона доверия не делят проблемы на важные и неважные. Ведь любая мелочь может негативно сказаться на эмоциональном фоне ребенка. Основными принципами работы телефона доверия являются анонимность и доступность. Все звонки производятся абсолютно бесплатно, а также при разговоре ребенок может сменить имя или не называть его вовсе. Разобраться в своих чувствах, быть поддержанным и услышанным можно, позвонив по телефону 8 800 2122. На детском телефоне доверия мы также предоставляем информацию и консультацию по различным вопросам, связанным с каким-то психологическим состоянием. С безопасностью и с какими-то другими важными темами. Мы также можем предоставить информацию, куда человек может обратиться за непосредственной очной помощью. Он будет встретиться со специалистом, если это необходимо. Помощь здесь могут получить все желающие, но основное количество обратившихся – это, конечно же, дети. Это более 70% детей. Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с новоселами Сургута, которые приобрели квартиры ЖК «Любимый». Часть домов для дольщиков, напомню, достраивала компания «Столица» в рамках соответствующего федерального проекта. Застройщик завершил три дома в жилых комплексах «Риверхаус» и «Любимый». Более 600 семей несколько лет ждали новоселья, а в конце минувшего года уже заселились в свои новые квартиры. За это компания «Столица» получила от правительства Югры компенсационные земельные участки под новую застройку. Социальный дом в ЖК «Березка» компания продавала горожанам с приятным бонусом – чистовым ремонтом. Сейчас объект уже готов, собственники получили заветные ключи и начали заселяться. В ближайшее время в ЖК появится детский сад, также обещают благоустроить территорию современными детскими площадками и прогулочными зонами. Наталья Комарова отметила, что подобные проекты являются удачным опытом сотрудничества. Цена на квадратный метр весьма приемлема для югорчан. В рамках социальных обязательств нам предоставили еще два земельных участка, достаточно крупных, в черте города. В них мы будем комплексно их осваивать, построим, надеюсь, такие же современные, хорошие жилые комплексы, как и этот, и даже лучше. С готовым ремонтом мало кто из застройщиков предлагает. В основном все предлагают, если с отделкой, то за дополнительную плату, то есть стоимость за квадрат. С учетом этого тогда повышается стоимость самой квартиры. Или черновая отделка. Все, больше вариантов нет. То есть я по Сургуту лично не слышала, чтобы продавали квартиру с отделкой в подарок от застройщика. В Югре торжественно открыли первое в регионе учреждение, где могут проживать и получать социально-правовую помощь люди, только что освободившиеся из мест лишения свободы. Официальное заведение имеет трудное название – Центр постпенитенциарной пробации. Это не только первое в регионе такое учреждение, но и одно из первых в стране. В России идет полномасштабная реализация закона о пробации. Вводится целый комплекс мер для того, чтобы бывшие заключенные социализировались в новых для них условиях и не возвращались на скользкую дорожку. На открытие Центра побывала Наталья Соловьева. Слава Муромцев – один из тех, кому некуда было возвращаться после освобождения из колонии. Мужчина ранее осужден за кражу. Временный дом ему нашли в Центре постпенитенциарной пробации в Сургуте. Удивлен был. По рассказам совсем другое, а на самом деле все иначе. Намного лучше. На всякое лучше, чем ты выходишь в никуда. Это хорошо, что есть такие Центры. Но больше всего Вячеслава удивило отношение людей в Центре. Ему сделали регистрацию, и теперь мужчина ищет работу. Здесь он только месяц после освобождения. А Геннадий Ефимов застал еще те времена, когда бывшие заключенные селились в вагончике на территории Центра социальной помощи «Шаг вперед». Вместе с другими жильцами он облагораживал новый дом. Здесь же полностью, полностью, полностью все ремонт. И линолем, и стены красили, и потолки, и все. Короче, полностью все. Мебель собирали вон ребята, вот тоже все вместе. А для себя старайся, чтобы нормально было. И чисто, и приятно. Ну, как дома у себя. В Центре можно разместить 16 человек. Три комнаты, отдельная для женщин, и даже библиотека. В шаг вперед к созданию этого пространства шли несколько лет, как только получили в пользование помещение. Помогли два гранта губернатора Югры. За время ремонта трое бывших осужденных все-таки сошли с дистанции. Но такое бывает. Радость такая, и чувство того, что ты получила какой-то результат. Вот действительно, такой результат колоссальный просто. Потому что, почему результат? Не из-за того, что да, они сделали ремонт, а из-за того, что, допустим, когда нам было трудно, когда, я вот, как рассказывала, у нас уходили и приходили, и некоторые как бы вели какой-то там не тот образ жизни, да, начинали сходить с рельсов, так скажем. Вот эти же ребята сами их возвращали обратно. В среднем после освобождения осужденный проводит в таком учреждении три месяца, пока не найдет работу и встанет на ноги. Это часть мер, которыми в нашей стране занимается институт пробации. Сейчас также решается вопрос о трудоустройстве осужденного до выхода его за пределы исправительного учреждения. То есть заключается с ним договор, и человек уже, когда выходит, он уже напрямую обращается в ту организацию, с которой заключен договор. Из 10 тысяч человек, которые сейчас так или иначе находятся на учете в службе исполнения наказаний, половина нуждается в той или иной социально-правовой помощи. Для многих ее получение становится решающим в выборе дальнейшего пути. Как результат, в Югре уже второй год снижается уровень повторной преступности среди тех, кто отбывал наказание без изоляции от общества. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. Югорчанин получил благодарность от полицейских за помощь в задержании. Мужчина помог остановить пьяного гонщика, тем самым спас юных пешеходов. Погони и несколько аварий случились на днях в Урае. Виновник происшествий – гость Югры из Омской области. 29-летний мужчина в Междуреченском украл у своего знакомого ключи от автомобиля «Киа Рио» и решил съездить на нем в Урай. За рулем угонщик был в состоянии опьянения. Когда нетрезвое вождение с нарушением правил дорожного движения заметили полицейские, злоумышленник попытался скрыться. Стоит отметить, что ранее Амич уже имел проблемы с законом, причем привлекался по тяжким статьям. Теперь уже пьяный водитель, уходя от полицейских, несколько раз проскочил на красный. Создавал аварийные ситуации, повредил две иномарки, автомобиль ДПС и забор. Остановить гонщика удалось, только заблокировав ему движение патрульным автомобилем и машиной неравнодушного жителя Урая. Алексей Иголкин, заметив, что проезжую часть собираются переходить дети, не пожалел свой личный транспорт, переградил дорогу злоумышленнику. Машину не жалко. В первую очередь, думаешь, ведь от здоровья и жизни людей. Я являюсь работником транспортного предприятия и по совместительству отвечаю за безопасность дорожного движения на предприятии. И когда ты видишь проходящих по пешеходу маленьких детей и автомобиль, несущийся на такой бешеной скорости, то есть там сомнений никаких не остается. Югорчане отправили стройматериалы в Авдеевку. Это уже 13-я отправка гуманитарной помощи в этом году. На этот раз из Сургута выехало 40 тонн гуманитарного груза. Кровати для госпиталей, предметы первой необходимости, личной гигиены, постельное белье и продукты питания. Привезут в Авдеевку и строительные материалы. Они необходимы для восстановления домов и социальных объектов. Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса сообщают, что зашли с гуманитарной миссией в Авдеевку, где помогут местному населению необходимыми работами, а также предоставлением горячего питания. На сегодняшний день, так как мы начали кормление местного населения, есть необходимость в пищевых продуктах. Особенно тушенка, возможно, крупы, макароны и так далее. Поэтому, если у жителей есть возможность, были бы очень благодарны, если бы они отправляли это. За последние годы оплата проезда в общественном транспорте с использованием смартфонов приобрела широкую популярность. Такая форма расчетов помогает и угорчанам экономить не только время, но и семейный бюджет. Оплачивать проезд с помощью мобильного телефона не только удобно, но и экономически выгодно. До конца июня у жителей Ханты-Мансийска и Сургута есть возможность получить скидку в размере 7 рублей за каждую оплату проезда в автобусе с использованием карты МИР, загруженной в смартфоны. Акция стартовала 1 марта и уже позволила сэкономить угорчанам более 4 миллионов рублей. Жители региона за последние два месяца сумели по достоинству оценить все преимущества оплаты проезда в общественном транспорте с помощью карты МИР, загруженной в смартфон. И благодаря нашему предложению пассажиры общественного транспорта смогли сэкономить на своих поездках более 4 миллионов рублей. Ну а количество оплат в транспорте, совершенных с помощью телефонов, возросло практически в два раза. Получить скидку просто. Достаточно установить на смартфон мобильный платежный сервис МИРПЭЙ и загрузить в него данные вашей карты МИР. При этом телефон обязательно должен быть на базе Андроид и поддерживать функцию бесконтактной оплаты NFC. Приложите телефон к платежному терминалу и скидка применится автоматически. В акции участвуют все карты МИР, в том числе выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам скидка не предоставляется. Еще в марте загрузила МИРПЭЙ. Удобно расплачиваться и карту с собой носить не нужно. Езжу на автобусе два раза в день, поэтому за месяц получается неплохая экономия. Сегодня в Сургуте и Ханты-Мансийске курсирует порядка 250 автобусов, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. Чтобы воспользоваться предложением, просто поднесите смартфон с карты МИР к валидатору и оплатите проезд. Акция действует до 30 июня текущего года. Подробные условия предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов участвующих перевозчиков вы можете узнать на официальном сайте вампривет.ру и в мобильном приложении «Привет». Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале Югра. Продолжение следует...